Привет, мои любимые и дорогие друзья! Сегодня мы будем делать то, что мне нравилось в феврале. Так что давайте начнём. Первая, я думаю, самая важная вещь, хотя бы для моих друзей, это то, что у меня никогда нет батарейки на моём айфоне. Я выхожу из дома где-то с 25% и через 5 минут у меня уже нет батарейки. Это просто всех бесит. И поэтому мой друг принёс мне такую штучку. Ты ставишь это на зарадку и потом, когда тебе надо, у тебя нет батарейки на айфоне, ты включаешь это к своему айфону, нажимаешь такую кнопочку, и это заражает твой айфон, мир спасён, и всё отлично. Следующая вещь, я вам, наверное, уже говорила, как она важна пахнуть хорошо. Это мой бывший парень, он мылся с такими. У него есть 7 таких дома разных цветов. И я тоже им любила мыться, так что он принёс мне тоже из Чехии. Это гранат тут есть. Это пахнет как... гранат. Нет, это пахнет как конфетка. Я очень люблю идти мыться. Уже почти закончилось. Ещё одну вещь, что мне принесли, это уже мне принесли с Лондона. И это тоже мой бывший парень. Он бывший, потому что он бывший только неделю, поэтому он так много успел мне в этот феврале принести. Но... Ой, мне немножко жарковато с пиджачком. Вы не пойдите против, если я разденусь? В общем, так. Да, и ещё, пока я не забыла, что мне ещё нравилось в феврале, что у нас стало тепло. Не всегда. День так, день так. Но 90% Таравива уже успели пойти на море. Я, конечно же, не успела. Почему? Первый раз, когда было жарко, это было в январе. Все были на море, а Эден была с температурой. Второй раз, все были на море, а Эден была на работе. И вот и всё, такая у меня жизнь. Но он мне принес вот такую штучку. Вообще-то, мне нравится вот это в первом числе, потому что сумочка такая, косметичка очень клёвая, очень красивая. Мне очень нравится. И он принес мне вот такой вот набор маленький, ничего особенного, вы это, наверное, уже знаете, но я люблю пахнуть хорошо, так что я обожаю, когда мне дарят такие подарки. Тут мыло, крем и, не знаю, для пахнуть, чтобы пахнуть хорошо. И самая-самая-самая-самая лучшая вещь, что в феврале ко мне пришла, это бомбшель от Victoria's Secret, потому что я его очень много хотела. И, в общем, он принес мне это наконец-то, и я это обожаю. Сейчас я вам покажу что-то, что моя мама сразу увидит это на видео и скажет мне, Эден, как ты могла так сделать? Но они испачкались, мама. Что я могу поделать? Я же человек всего лишь. Я обожаю эти туфельки, они от American Eagle, и они веселым цветом. У них самый веселый цвет в мире, и зимой, уже не зима, но мне уже надоела зима. Да, у нас зима только три месяца, но это слишком длинные три месяца. У нас же нету четыре, как у Вивальди. Лето, зима, весна и осень. Не по этому списку. У нас нету такого. У нас есть лето и зима. Или, по-вашему, может, лето и весна. Ну, неважно, но зима наша начинается в октябре. Ну, в ноябре. И заканчивается в феврале. Что еще начинается в октябре, заканчивается в феврале? Первый семестр в университете. Так что давай. Давай попрощаемся. Первый семестр и первая зима. Вы мне уже надоели. Так что я покупаю себе такие штучки веселенькие. Еще, я не знаю, если вы знаете это, но летом у меня была эта сумочка. Я ее обожала. Я не думала, что зимой ее буду носить. Но я вытащила это из Бойдема и ношу это с собой. Потому что у него веселый цвет. И еще один веселый цвет. Это ручка, которой мой хороший друг просто мне отдал ее. Потому что я решила, что я больше не буду приносить мой лептоп в университет на уроки. Я думаю, что когда ты сидишь и пишешь каждое слово, которое твой лектор говорит, то ты можешь офигеть. И в общем он принес мне такую ручку. И теперь я пишу только ручками. И вообще, когда приносишь лептоп в школу, в университет, и пишешь то, что лектор твой говорит. А потом он начинает говорить так. Вла-вла-вла-вла-вла. Знаете такое? И я ничего не понимаю. И я захожу в YouTube, Facebook. Там смотрю новости, всякие вещи. Вот что случается с моим университетом. Так что я решила, что я буду как в школе учиться, как нормальный человек. Кстати, у меня волосы мокрые, потому что только что из душа вышло. И в общем вот эту штучку. И опять же идет набор. Это очень смешно, потому что это израильская вещь. И мне привезли эту израильскую вещь из Киева. И что еще смешного, что когда я была... Когда мне было 20 лет после армии, я уехала в Испанию. И я пошла там работать. Много-много израильтян делают это после армии. Они едут или в США, или в Канаду, или в Европу, в Южную Африку. Не знаю. В общем, все инвесы сейчас стоят просто по всему миру уже. И продают там всякие... Или минеральную косметику, или подушечки, которые греются на зиму, или вот такие вещи. Из Мертвого моря. И я тоже полетела в Испанию и продавала там. Есть такая фирма. Я продавала там. В городе Сан-Себастьян. Самый любимый город в мире. Просто обожаю этот город. Он для пенсионеров, но я очень хочу туда вернуться. Просто красивый, тихий и уютный. И он принес мне вот эту штучку. Не знаю, если вы знаете, это бафер такой. Каждая сторона делает что-то другое. Эта сторона равняет ваши ногти. Потом зеленая сторона делает кровотечение быстрое. Мама сказала, мне что так не говорят, но не важно. И белое вы так делаете и ваш ноготь просто сверкает от блеска. Я знаю эту вещь. Я уже это продавала. Это классная вещь, правда. И с этим идет вот такой вот для кутикулы. Масло, которое пахнет хорошо. Пилочка. Крем для руки, для тела. Запахи Ocean. Я обожаю этот запах. И с ним идет еще такой кардаш белый. Нейл Лайнер. Лайнер для ногтей. Не знаю, что это делает. Если вы знаете, пожалуйста, скажите мне, потому что я уже все пробовала. Это ничего не может делать. Я думала, что это может быть делать френч такой. Нет, он не рисует на ногти. Думала выбирать кутикулы. Нет. Не знаю, что это делает, пожалуйста, скажите, что это делает. Я вам уже рассказывала про видео про моих украшениях. Про вот это вот Би, что мне есть. Это Би, это Баррель, мой самый лучший друг. И я ее носила все это время. В общем так, он мне заказал тоже такую же с буквой И, тоже с бриллиантиками, только поменьше буква, потому что я леди, леди должна быть поменьше, потому что она миленькая и сладенькая. Так что в это место она пришла, да, она пришла в прошлой неделе и я была просто в восторге от нее. И теперь он носит И, а я на шуби, поэтому мне нету ее показать вам сейчас, но если вы в моем мистегаме вы видели ее, если вы нет, то, пожалуйста, заходите туда. Итак, дальше, давайте уже закончим это видео. Я обязана пить очень много воды, я должна пить 4 литра воды в день и я не могу это делать, я могу положить на стакан воды целую неделю. Ну, может быть, летом нет, но вообще я не люблю пить. Летом я пью, потому что не хочется пить, но так просто мне никогда не хочется пить. Это очень плохо, очень-очень плохо. И теперь я начала пить в такую вот воду. Это вода со вкусом, допустим, это с яблочным вкусом. Простая вода с яблочным вкусом. Это мой фаворит в этом месте, потому что я не не любила пить такую воду, но я думаю, что это лучше, когда ты пьешь воду и у нее есть вкус, чем обычная вода без вкуса. Еще, что я люблю пить, это вот такой ананасный сок с витаминчиками и все. Просто такой факт неинтересный. И теперь перейдем к фильмам. Мы смотрели в университете на первой неделе семестера фильм, который называется Some Like It Hot. Это американский фильм 50-х годов с Мерлин Монро. И этот фильм, он о 20-х годах в Америке, когда алкоголь был запрещен. Кто руководил этим алкоголем, это был мафия. И это с Мерлин Монро. Я никогда не видела фильмы с Мерлин Монро. И вообще этот фильм меня просто покорил. И комедии сегодня уже не делают. Он черно-белый, и я вам советую это видеть. Я знаю, что нету американца, который не знает этот фильм. Я очень-очень полюбила этот фильм. И музыка. Музыка. Конечно же, без вопросов в этом месте я бесконечно слышу, слушаю Aldic Monkeys. Поздавилась. И вот и все. Я думаю, что это все. А, еще, да, конечно, обязательно вам сказать, что в февраль у моей мамы день рождения и у двух моих очень хороших подружек день рождения. Так что это был тоже очень классный месяц для меня. И вообще я люблю этот короткий месяц, потому что январь заканчивается, февраль заканчивается, и приходит март, и теперь у нас лето. Но я не люблю, когда время у меня так утекает. Я люблю жить. Я не хочу ждать лета. Хочу жить этой секундой. Мне ненавижу, когда у меня неделя пролетает вот так. Я иду в университет, иду работать, иду туда, допустим, на какое-нибудь кино или в какой-нибудь ресторан. Паф, прошла неделя. Ненавижу это. Хочу жить каждым днем, наслаждаться каждой минутой. Пожалуйста, время не убегает от меня. Ну, вот и все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте мне палец вверх, чтобы поддержать меня и дать мне мотивацию снимать еще, еще, еще. и подписывайтесь к моему каналу, если вы не подписаны. И вот все. Спасибо. До свидания.